С каждым годом в России увеличивается количество предприятий. И наряду с ростом производства, состояние экологии заслуживает особого внимания. Законопроекты по экологическому нормированию вызвали бурную реакцию представителей многих компаний. В общественной палате прошло заседание, в ходе которого обсудили возможные риски для предприятий. Я бы очень хотел, чтобы мы конструктивно поговорили. И в первую очередь, всё-таки во главу угла ставили бы два вопроса. Первое, как это может отразиться на жизни людей. И второе, конечно, я бы хотел, чтобы мы это посмотрели с точки зрения наших регионов, бюджетов, с точки зрения той, я бы сказал, очень непростой экономической ситуации. Законопроекты предлагают ряд мер для экономического стимулирования компаний с целью уменьшения негативного воздействия на природу. Все участники «Круглого стола» согласились, что в современном мире следует особо тщательно прорабатывать проблемы окружающей среды. Однако именно финансовая сторона вызвала множество вопросов. Мы постарались концентрироваться немного на иных вещах. На том, как те решения, которые предлагаются в этих законопроектах, повлияют на граждан конкретных, и как они повлияют на возможность бюджетов субъектов Российской Федерации, на возможность бюджетов муниципальных образований, выполнять те обязательства, которые взяты ими в соответствии с федеральными законами и майскими указами президента. Многих волновало, не придется ли региональным предприятиям урезать зарплаты и социальные пакеты сотрудникам. Также, если компании не смогут покрывать новые расходы, придется обращаться за государственными субсидиями. А это коснется денег, которые регионы могут пустить на строительство школ и модернизацию больниц. Это поспособствует росту социальной напряженности, а значит, возрастет риск протестных настроений у граждан. Тут есть определенное противоречие. Принятие вот этих целого блока законов экологического характера задумывалось в так называемые тучные годы, в тот момент, когда, скажем так, некоторые показатели экономического роста были выше, и был определенный зазор для, скажем, резервирования определенных средств на решение в долгосрочном плане многих вопросов, связанных с экологией. Экология – вещь важная, это тоже огромная тема для нашего общества. Мы сами знаем, что тут еще не все у нас, скажем так, благополучно и в порядке, но в то же время, да, это надо соотносить с реальными, скажем так, возможностями бюджета. По итогам заседания рабочая группа общественной палаты решила обратиться к президенту с просьбой отложить рассмотрение законопроектов, так как имеются подозрения в неточности представленных финансовых расчетов. Субтитры создавал DimaTorzok